Вы все еще проверяете составы косметики на сайтах типа Экоголика, Космобейс и других? Пожалуйста, прекратите это делать. Нечасто подобные ресурсы отражают реальность. Их методология и актуальность данных не соответствуют научным стандартам. Вот несколько ключевых мифов, которые следует развеять. Консерванты – это плохо. Нет, они присутствуют практически во всех косметических продуктах, и это абсолютно нормально. Особенно они есть там, где есть вода. Они необходимы для предотвращения размножения микроорганизмов. Без них продукты просто быстро портились бы. Вот и все. Силиконы забивают поры. В уходовых средствах для лица они помогают запирать влагу в коже, визуально сглаживают рельеф. Еще они придают средству более приятную для нанесения текстуры. Нередко продукты с силиконами в составе лучше распределяются по коже, делают ее мягкой и приятной на ощупь. А в тональных кремах и пудрах, в декоративной косметике они тоже есть. Они помогают пигменту оставаться на поверхности кожи, не впитываясь. Именно это свойство, вопреки распространенному заблуждению, делают силиконы отличным компонентом тональных средств для проблемной кожи. И, кстати, небольшой факт. Молекулы косметических силиконов слишком велики, чтобы проникнуть в поры. А еще силиконы – это летучее соединение и быстро испаряются с поверхности. Ну и ПАВ – поверхностно-активные вещества. Они же синтетические. ПАВ – поверхностно-активные вещества есть в ваших шампунях, стиральных порошках и даже зубных пастах. Вы их используете регулярно. И да, они синтетические, и это абсолютно нормально. Синтетическое не равно вредное. Они созданы для того, чтобы их нанесли и потом быстро смыли. В таком случае большинство из них вреда не нанесет. Ну а список недружелюбных для нашей кожи поверхностно-активных веществ ждите в следующих видео. Подписывайся, у меня тут суперполезно.